Приглашаем вас послушать радиоспектакль по рассказам английского писателя Герберта Уэллса. «Неопытное привидение». В эту субботу утром мы все собрались в клубе «Сирен». За исключением Клейтона, который провел там ночь, что в сущности и послужило началом его истории. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, я и Ивенс по обыкновению подумали, что он врет. Правда, начал он свой рассказ в манере весьма прозаической, но мы подумали, что тут сказывается только неискоренимое искусство этого человека. Да, так вот, вы знаете, что я провел здесь ночь в одиночестве? Да, да, но не считая слуг, заметил Ивенс. Слуг, которые спали в другом флигеле, да. Ну и я поймал привидение. А поймали привидение, говорите? Ну и где же оно? Поймали привидение, говорите вы, Клейтон. Как я рад, как я рад. Ну расскажите нам сейчас же, сейчас же расскажите про это. Здесь, конечно, никто не послушает. Нет. Только бы нам не напугать здешние прислуги. Ведь если пойдет слух о привидениях в этих местах, здесь слишком много теней и дубовой обшивки, чтобы шутить с этим. А это, видите ли, было не совсем обыкновенное привидение. И я думаю, что едва ли оно снова явится когда-либо. А, значит, вы не удержали его? Да, да, у меня не хватило духа. А что? Да, это самый странный случай в моей жизни. Вы знаете, что я никогда до этого не верил в привидение и ни во что подобное. А тут, понимаете, загнал его в угол. Как? Да, теперь весь материал у меня в руках. Говорили с ним, да? Приблизительно около часа. А, болтливая оказалась. Очень смущен был, бедняга. Ну и... И где же вы наткнулись на него? Да, где? Я никогда и не воображал, какими жалкими созданиями могут быть эти привидения. Что? Я имел случай убедиться в этом. Я, знаете, наткнулся на него там, в длинном коридоре. Да, он был спиной ко мне. И я первый его увидел. Я сразу признал его за привидение. А ты чего? Он был прозрачен и беловат. Что вы? Сквозь его грудь я мог ясно видеть тусклый свет оконца в конце коридора. И не только его облик, даже самая его поза говорили о том, что передо мной хилое существо. То есть... Да, да. Он, понимаете, имел такой вид, как будто совершенно не знал, что, собственно, он хочет делать. Да, интересно. Я остановился сзади, очень близко, и, знаете, явно привел его в ужас. Да. А сам я ни крошечки не был напуган. Конечно. Я думаю, что в таких случаях человек уж вовсе не бывает так испуган или возбужден, как воображают. Я был удивлен и заинтересован. Я думал, боже мой, наконец-то привидение. А я-то еще не верил в призраки ни минуты в течение последних 25 лет. По-моему, знаете, когда я поднялся на площадку, он в тот же миг почувствовал меня. Вот почему он тотчас же повернулся, и передо мной было лицо какого-то незрелого молодого человека. Слабый нос, маленькие жалкие узики, слабо развитый подбородок. На мгновение мы остановились. Он глядел на меня через плечо и смотрели друг на друга. Затем он как будто вспомнил о своем высоком призвании. Повернулся кругом, приосанился, откинул голову, поднял руки, распростер ладони по установленному для привидения образцу и пошел ко мне навстречу. А в то же время жалкая его челюсть отвисла, и он слабо сдавленно крикнул. Бу-у-у! Бу-у-у! Пустяки! Вы чужой этому месту! Что вы здесь делаете? Бу-у-у! Бу-у-у! Черт бы вас взял! Вы член клуба! Продолжал я. И именно чтобы показать, что мне нет никакого дела до него, я шагнул сквозь него и зажег свечу. Так вы не член. Нет, я не член клуба, я призрак. Хорошо. Но это не дает вам права расхаживать по клубу. Разве тут есть кто-нибудь, кого вы желаете видеть или что-нибудь в этом роде? Что вы здесь делаете? Я преследую. Вам совершенно незачем это делать. Я призрак. Весьма возможно. Но здесь вам совершенно нечем заниматься своими преследованиями. Это почтенный частный клуб. Здесь часто останавливаются с няньками и детьми. И при подобного рода бесцельных прогулках, какими вы занимаетесь, какая-нибудь бедная крошка легко может наткнуться на вас и испугаться. Мне кажется, вы об этом не подумали. Нет, сэр, не думал. А следовало бы. У вас ведь нет никаких прав на этот дом, не правда ли? Разве вы были здесь убиты или что-нибудь в этом роде? Нет, сударь. Но я полагал, что это старая обшитая дуба. Это не оправдание. Ваше появление здесь ошибка. Будь я на вашем месте, я не ждал бы, пока закричит петух. Сейчас же исчез. Дело в том, сэр. Дело в том, сэр, что так или иначе, но я не могу. Не можете? Нет, сэр, я что-то позабыл. Я блуждал здесь со вчерашней полуночи. Все прятался в шкафах, по пустым спальням и в разных других местах. Я волнуюсь. Я еще никогда до сих пор не преследовал никого. Это, кажется, губит меня. Губит? Да, сэр. Я пробовал делать это несколько раз, и все не выходит. Я позабыл что-то такое, какой-то пустяк, и вот не могу вернуться. Ну, уж это, знаете, было слишком для меня. Он посмотрел на меня таким жалким взглядом, что уж потом всю свою жизнь я не смогу вернуться к обычному своему обращению с людьми, довольно-таки высокомерному. Странно. Пойдемте в мою комнату и расскажите мне об этом подробно. Я, конечно, не могу понять этого. Он показал себя бесподобным воплощением неудачника. Он говорил, и я вполне верю, что он никогда во всю жизнь не сделал ничего такого, что не кончилось бы полным провалом, и в течение бесконечных веков иного он не сделает. Если бы еще нашелся кто-нибудь, кто отнесся бы к нему сочувственно, тут он остановился, сосредоточенно поглядел на меня и сказал, как это ни было странно, что ни от кого и никогда не видел он такого сочувствия, как от меня. Я понял, чего не достает ему и решил поставить его на место. Быть может, это было грубо, но, знаете, быть единственным настоящим другом и наперсником одного из этих хилых себелюбцев, человека или призрака, все равно это свыше моих сил. Не кажется ли вам, что вы с этим возитесь, как наседка с яйцами? Если вам что и надо сделать, так это поскорее выбраться из всего этого. Соберитесь силами и попытайтесь. Не могу. А вы попытайтесь. Он проделывал целый ряд сложных движений руками. Кстати, при помощи этих пассов он явился и при помощи их потом исчез. Боже, сколько мне было возни с ним. Но как же с помощью каких-то пассов? Дорогой мой, вы желаете, чтобы все было ясно? Я не знаю, как. Все, что я знаю, это то, что вы делаете, или, по крайней мере, что он делал. Вот и все. Прошло несколько ужасных минут. Он продолжал свои пассы и сразу же исчез. А следили ли вы за его пассами? Да. Было чрезвычайно странно. Было две зажженные свечи на туалетном столике, вот и все. Порою то одна, то другая вытягивались длинным тонким пламенем. И вот тут случилось... Вот тут случилось нечто странное. И вижу я, садится он в маленькое кресло в ногах постели и начинает рыдать и рыдать. Боже, какое это было жалкое, схлипывающее существо. Ну, возьмите себя в руки, вы! Возьмите же себя в руки, попробуйте! И чтобы придать ему духу и помочь ему, я начал и сам проделывать это. Что? Пассы? Да. Пассы. Мне пришлось помогать ему, и в конце концов он это сделал. Это вышло как-то внезапно. Он уже совсем был в отчаянии. У нас была сцена с ним, а потом он вдруг поднялся и попросил меня медленно повторить перед ним все его пассы. Мне кажется, если я увижу, то сразу пойму, в чем была в моих пассах ошибка. Так я и сделал. Я знаю. Я не могу этого сделать. Когда вы глядите на меня, уверяю вас, не могу. Отчасти это и было причиной всей неудачи. Я человек настолько нервный, что вы можете мне помешать. Ну, у нас вышел тут спор. Вполне естественно, что я хотел посмотреть, а он был упрям, как мул. Но тут я вдруг чувствую, что устал, как собака. Он надоел мне. Ладно, не буду смотреть на вас. Я отвернулся в зеркало на платиновом шкафу у кровати. И он быстро принялся за дело. Я пробовал следить за ним в зеркале, чтобы увидеть, в чем именно секрет. Его руки и кисти рук вертились вот так, и вот так, и вот так вот. И затем быстро последний из пасов, когда вы стоите, выпрямившись, широко распростерши руки. Вот так вот, вот так. И вот, когда дело дошло до этого решительного момента, он вдруг исчез. Как? Исчез. Его не было. Я повернулся к тому месту, где он стоял. Там ничего не было. Я был один, потрясённый. На столике мигали свечи. Что произошло? Да и было ли вообще что-нибудь? Может быть, это был сон? И вот, в виде финала, в это мгновение раздался нелепый звон. Это часы над площадкой нашли момент как раз подходящим для того, чтобы ударить. Раз. Дзинь. А я был серьёзен и хладнокровен, как судья, несмотря на всё выпитое шампанское и виски. Знаете, странное это чувство, чертовски странное. Господи, да чего странно. Да. Да, всё это странно. Ну, вот и всё, что случилось. А потом, потом вы отправились спать? А что же мне ещё оставалось? Я взглянул в глаза Ивенсу. И мне ему хотелось позубоскалить немного, но было что-то, может быть, в голосе и облике Клейтона, что сковало это наше желание. И как же насчёт этих пассов? Да. Я думаю, что я мог бы показать вам их сейчас. О! Ну и чего же вы не показываете? Да. Это я сейчас сделаю. Они не подействуют. Клейтон, мы хорошо знаем, как вы умеете приврать. Большая часть вашего рассказа правдоподобна, но вот это исчезновение, это же требует доказательства. Ну, сознайтесь, ну, сознайтесь, что всё это сказка. Ну, Клейтон, ну, Клейтон. Ну, что ж. Он поднялся с кресла, встал посередине коврика перед камином и посмотрел мне в лицо. Потом взглянул задумчиво на свои ноги, а дальше всё время глаза его оставались прикованными к стене напротив. Он медленно поднял обе руки на уровне своих глаз и начал. Конечно, это было смешно, но вы знаете, что чувствуешь, когда рассказывают, ну, всякие такие истории о привидениях. Время было к ночи, дело происходило в странном, старинном, мрачном доме. И вот он остановился на одно мгновение, широко распростирая руки и запрокинув вверх лицо, ярко светила висячая лампа. Для нас этот один момент был целой вечностью, а затем у всех вырвалось нечто вроде полувздоха безмерного облегчения и успокоения. Нет! Ибо он явно не исчезал, всё это была чепуха. Он рассказал небылице, ему почти удалось убедить нас в том, что всё это на самом деле было, но тут вдруг мгновенное лицо Клейтона изменилось. Глаза, глаза как будто остановились, улыбка застыла на губах. Он стоял безмолвно, стоял, едва заметно покачиваясь, а потом, знаете, загромыхали стулья, падали какие-то вещи. Мы все вскочили, колени у него как будто подогнулись, он упал лицом вперёд. Ивен заскочил, подхватил его под руки. Мы, знаете, с минуту, по-моему, никто не мог сказать ничего связанного. Мы, мы, мы поверили и в то же время не могли поверить. Клейтон действительно ушёл в мир, который лежит близко и в то же время так далеко от нашего. Ну, перешёл туда единственным путём, который доступен смертному. Но перешёл ли он туда при помощи чар того жалкого призрака, или он был случайно поражён ударом в то время, как рассказывал нам разные небылицы, в чём позже хотел нас убедить судебное следствие, это не имеет значения для меня. Это одна из тех необъяснимых загадок, которая должна остаться неразрешимой, пока не наступит окончательное разрешение всего. Да, достоверно я знаю только то, что в тот самый момент, в то именно мгновение этих заключительных пассов, Он изменился, зашатался и упал перед нами мёртвым. Харьков Харьков Харьков